Утром первому, на месте. Тринанс за руководством, вручили ряду, тускло на полосы. Уже принято, уезжаем. Сотрудники Абайского РОВД по горячим следам раскрыли факт мошенничества. Об этом преступлении полицейским заявила жительница Шимкента. Как она указала в своем заявлении, на одном из автовокзалов к ней в автобус подсела незнакомая женщина, которая обманным путем похитила у нее сумку. Потерпевшая рассказала, что женщина лет 30-35, войдя к ней в доверие, обманным путем завладела ее сумкой, в которой находились ценные вещи, после чего попыталась скрыться. Сама заявительница рассказала, что собиралась ехать в Алмату, разговаривала с одной из попутчиц и доверила ей свои вещи. Она попросила последить за сумкой, пока сходит в туалет. Я согласилась. Потом попросила подержать мои вещи и тоже пошла туда. Когда вернулась, обнаружила, что нет ни женщины, ни моей сумки. Я позвонила в полицию, написала заявление. Теперь спасибо полицейским. Они ее нашли. Подозреваемую полицейский задержали по горячим следам. Ею оказалась 27-летняя жительница Шимкента. Она рассказала, что одна воспитывает сына. При обыске у нее в доме сотрудники полиции обнаружили несколько сумок. Я действовала всегда по одной и той же схеме. Подсаживалась к какой-нибудь одинокой женщине, разговаривала с ней. Потом предлагала сходить в туалет, оставляя свою сумку. Потом мне женщины оставляли свои вещи, и я с ними скрывалась. Пока полицейские подозревают причастность задержанной к семи фактам мошенничества. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Шимкенте загорелся очередной базар. На этот раз огонь вспыхнул на территории рынка Алаш. Сообщение о возгорании поступило ночью в 2 часа 20 минут. Через 10 минут на место пожара прибыли первые расчеты. Как установили пожарные, на территории базара загорелись 6 торговых бутиков. Площадь возгорания составила 275 квадратных метров. Пожар был локализован в 2 часа 57 минут и полностью потушен в 3 часа 36. К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 65 человек личного состава. В ликвидации ЧП им помогали автоцистерны и ТОО «ЛТД Турмыс», подвозившие воду. В огне никто не пострадал. Сейчас подробности этого происшествия выясняют дознаватели ОЧС города Шимкента. Еще один пожар борцы с огнем ликвидировали в городе Арысе. Сигнал об этом происшествии на пульт местной противопожарной охраны поступил утром в 9 часов 25 минут. Звонившие сообщили, что огонь разгорелся в одном из частных домов по улице Жанебекова. На место пожара по тревоге выехали две спецмашины и 10 сотрудников противопожарной службы. Прибыв на место возгорания, пожарные установили, что огонь разгорелся в двух комнатах дома. В одной из них они обнаружили обгоревший труп 30-летнего хозяина – жилья. Сейчас причины возникновения огня выясняют специалисты лаборатории местного управления по чрезвычайным ситуациям. Поздно вечером, примерно в 10 часов, аварию полицейские зарегистрировали на углу улиц Жебек-Жулы и Аймаутова. Здесь столкнулись три японские автомашины – Ниссан, Митсубиси и Тойота. Как рассказали водители, Ниссан ехала по главной дороге улицы Жебек-Жулы, а Митсубиси – по второстепенной улице Аймаутова. Столкновение произошло в центре перекрестка. После сильного удара Митсубиси врезалась в Тойоту, стоявшую у обочины дороги. В результате столкновения травму получил мужчина, сидевший в Тойоте. Ему помощь оказали прибывшие на место происшествия врачи. Через 30 минут после столкновения на место ДТП приехали полицейские, которые сейчас выясняют степень вины водителей и кто будет возмещать материальный ущерб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова